Ого! Меня спросили, когда новый обзор. Теперь я настоящий игровой видеоблогер и как подобает моему статусу не выпускаю никаких обзоров, минимум полгода. Вообще, я фанат классических фильмов по Терминатору. Первый фильм, второй и вон то видео ВКонтакте, как пермский инженер сделал говорящий кибернетический организм. Я был создан гениальным человеком. Я уже делал официальное заявление, я ушел из пост-иронии. Но фильм заканчивается. И когда фанаты требуют продолжения их любимой истории, можно снимать скин на продолжение, делать сериалы, выпускать комиксы или даже клепать видеоигры. И здесь меня заинтриговала новая игра про Терминатор. Резистор. Вернее, недавно в стиме была хорошая скидка, которая подогревала интерес к игре с солидной пользовательской оценкой, вместе с обсуждением в разных блогах о том, насколько же эта игра хороша. Заголовки вроде «Лучшая игра про Терминатора» и «Победили Голливуд», разумеется, не оставили равнодушным. Итак, сегодня мы поговорим на следующей теме. Немного о самой игре, что меня удивило в обзорах на нее, живем ли мы в эпоху украденного будущего, и как хантология могла бы помочь левому движению. Да, меня немного занесло, но вторая часть на самом деле интереснее первой. Поводы смотреть до конца. Большинство обзоров вышли в конце прошлого года. Был высказан ряд претензий, на которые разработчики выпустили патч с фиксами как раз в марте. Добавили даже перевод на русский. Ну отлично, вот для меня самое время проверить игру со всеми исправлениями. И она оказалась посредственной. В плане, в игре не за что зацепиться, все сделано на оценку, именно что удовлетворительно. Кто-то сравнивал атмосферу с фуллаутом, но на мой взгляд игра больше похожа на клон метро. Вот какие-то коридоры с аренами, можешь пострелять по болванчикам. Ну типичный польский шутер. Я показываю слайдшоу своих скриншотов, а не записи прохождения, потому что у меня на компе игра жутко лагала. И каждый раз я вспомнил в комментарии некого папик, но бан, про то, что якобы игра зайдется на любом калькуляторе. В Steam есть хорошее руководство, как повысить производительность игры и при этом сделать графон лучше. Если собираетесь играть, то надеюсь эта информация вам поможет. Причем самое интересное, заметьте то, что наиболее грубые слова в адрес игры я услышал от блогеров, которые ее хвалят. Вот на экране сейчас видите с таймфодами слова, как хваливший лучшую игру про терминатора называют игру полным днищем. А призывающие покупать игру и Дибит Геймс прямо заявляют, что игра нехорошая, трэш, банальщина. Почему так? Давайте повнимательнее рассмотрим их комплименты в адрес продукта. Итак, во-первых. В разговорах с NPC присутствует система диалогов, вопрос-ответ, уровень доверия, зависящий от вашего желания выполнять их сраные просьбы, кое-какая вариативность решений и даже один целый коитос. Сисек, правда, не показали, но и сама по себе сцена межгендерного полового акта является довольно смелым шагом в наше дохуя политкорректное время. Эмм, да. Ну вот теперь это подает как один из пунктов при перечислении плюсов шутера. Если действительно жалко, что там что-то не показали, то ну вот гайд, как разблокировать камеру в этих сценах. Кто-то может сказать, что в этом обзоре на это и не делался акцент. Ну хорошо, я придираюсь, признаю, идем дальше. Здесь, кстати, даже есть моральные дилеммы и развилки с последствиями. Ничего гениального, опять же, но за счет того, что к персонажам успеваешь проникнуться... Если это так важно для вас, то, полагаю, вы поставили высокую оценку новой The Last of Us 2. Там есть сцена... Сцены секса. Поляки. Поляки, да. Спасители секса в игровой индустрии. Дешевые, но... Да, подача, понятное дело, недорогая, но... Уф, что же вы все завышаете требования к хорошему современному шутеру? Ну не знаю, наверное, в Mass Effect Andromeda есть. Сцены. За счет неплохо прописанных диалогов, за счет... Сцены секса с женщинами. Стой, это сейчас нужно отмечать. Да, 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 сцены... Дабы не обвиняли ворование в контексте, я продолжу цитировать. Секса между мужчиной и женщиной. Может, есть между мужчиной и мужчиной, но я не нашел. Я нашел только две сцены секса с двумя разными женщинами. Не одновременно по отдельности. Вот, то есть, интересно, интересно. Серьезно? Ну вот, две недавние ААА-игры, что я перечислил, содержат в себе эти сцены. Наверное, вы и их похвалили за это. Ну или эту игру на самом деле хвалите за то, что в ней нет сцен, которые есть перечисленных двух. На самом деле, я в них лично не играл и никогда не интересовался, если там кадры не гетеронормативных отношений, а уж тем более, чтобы там были сцены. Но ладно, раз уж столько представителей общества МЕНСО заинтересовались такими нюансами индустрии видеоигр, давайте же обратимся к первой ссылке из гугла. В 2018 году сайт Радар Геймеров проанализировал тысячи видеоигр и я заранее извиняюсь, что это говорю, потому что прекрасно понимаю, что вот этот нюанс сейчас триггернет в некоторых особых снежинок, которые случайно вылезли из Велсер Спейса. Поэтому с целью комфортного для всех просмотра постараюсь не политизировать статистику, постараюсь. Вот, значит, из тысяч самых популярных видеоигр мне удалось найти и 200 игр с квир-репрезентацией. Из этих 179 игр только 83 можно выбрать квиры, причем только в 8 случаях это именно персонаж заранее прописанной ориентацией, а не просто возможность выбрать опцию при создании Чана. И если вам не нравятся какие-нибудь игры из этого списка, то вряд ли по этой причине. Опять же, надеюсь, что я никого не обидел. Знаю, многие воспринимают статистику по этой теме в штыки. Надеюсь, никто не будет перевирать мои слова, якобы я призываю даже саперка, сынку и пинбол от Windows добавить в хорошо прописанных персонажей всех ориентаций. Кто-то скажет, мол, их число среди реальных людей незначительно. Но так и не надо делать вид, что якобы в видеоиграх гейтеры в меньшинстве. Мне вот и нравится Fallout 2, но из-за того, что это первая видеоигра, представляющая возможность на полу-брака, это никак не повлияло на мою оценку. Мне нравятся игры с интересными сюжетами и вовлекающими механиками, но при этом мне очень не нравится, что некоторые блогеры с кучей подписчиков распространяют заведомо ложную информацию, которую можно провернуть в три клика. Я не имею претензий, что блогеры вроде iXBT Games или ITpedia уделяют такое особое внимание к теме гендерных отношений, пускай снимают хоть про ремонт экскаватора A505. И не важно, какой по-вашему оптимальный процент репозитативности тех или иных людей, но когда в медиапространстве говорят так много о какой-либо теме и при этом явно врут, то это, ну, пропаганда получается, разве нет? Причем темы реально нелепые же. Сцены! Сцены! Победа в гонке рукозадов и фемок не сильно адекватных. Но региональные цены, слава тебе, господи, позволяют на это много не тратить денежки. Ну, про это я говорил в прошлом обзоре. Поражает только вот это приплетение феминистов. Наверное, если бы игра была еще хуже, тогда наоборот заявляли бы, что игра плохая из-за того, что в ней сильные независимые женщины, которые командуют главным героем на побегушке. Кайл. А женщины в твоем времени, какие они? Они хорошие бойцы. Кстати, напомнило тему с Red Dead Redemption 2, когда сперва было какое-то небольшое нытье из-за черных ковбоев, потом в итоге игра получилась настолько хорошей, что многие провачки активно начали врать о ее якобы антифеминистском характере. Одна из моих любимых игр, и я рад, что у нее на самом деле вполне прогрессивный сюжет. Игра не без минусов, конечно. Блин, мужики или нет, пойду нажрусь в салоне, сниму проститутку. Не снимешь. Вот это, кстати, офигенный, сумасшедший минус в этой игре, что девушки легкого поведения тут вообще никак не контабельные. Жаль, что и эта игра не обошлась без кранчи. Но я отхожу от темы, прошу прощения. Дальше идет следующий плюс этой игры про Терминатора. Состов перечисленных блогеров заключается в том, что игровые журналисты поставили низкую оценку. А геймеры в едином порыве ее запрессовали на злоковарным игрожуром. Я ни в коем случае не отрицаю продажность многих экспертов и не оправдую ситуацию. Когда, чтобы журналист получал доступ к показам, ему надо нахваливать игры и все такое. Но вот эта тема, я честный обзорщик игр, а не вот эти вот там продажные, уже становится избитым клише у блогеров и зачастую принимает нелепые формы. Смотрим. Почему журналисты засрали? У тебя есть хоть одно понимание этого? Почему она так нравится людям, которые в нее поиграли? И почему она настолько не понравилась журналистам, которые говорят, ну в принципе там, вот Шэмью там, почти шедевр. Там есть оценки, у Шэмью 10 из 10, кстати. Да, есть 8-9 оценки. Ну как сказать, понимаешь, журналисты смотрят вот эти вот смузи-бой, смотрят, так, что там у нас? У Терминатора фанатов давно нету, фильмы лажают, сильных, точнее там лесбиянки там есть, вроде нету, геи есть. Фу, фу, секс с женщиной, 5 из 10, 4 из 10, понимаешь, это Тайс Ганн можно вспомнить. То есть вот такое ощущение, что так смотрят, так, фан-базы нету, фан-базы нету, отлично. Можно ладонь. Во-первых, что такое Шэмью? Я не знаю, о чем эта игра, как это пишется и произносится, были ли вообще предыдущие версии, или они сразу с цифры 3 начали, без понятия. Почему в обзоре на Терминатора столько внимания Шэмью? Это я только один фрагмент показал, там было еще. Дальше что? После короткого обзора на Терминатора будут говорить о причудливой философской дисциплине, которую на коленке придумал французский деконструктор, выступая с докладом в память об убитом южноафриканском коммунисте? Во-вторых, у этого Шэмью фанатов явно поменьше, чем у Терминатора. Не знаю, почему вы говорите иначе. По крайней мере, в Европе. Да, как и у Resistance, критики дали игре невысокую оценку, и как у Resistance, геймеры как раз дали оценку повыше. Но тут они же как раз сами прямо заявляют в начале ролика, что делают обзор исключительно по просьбе фанатов, киборга-убийцы, и несмотря на то, что считают игру банальным трэшем, призывают ее покупать. В-третьих, если смотреть на их обзор и обзор от IGN, то обнаружится некое сходство. Если точнее, то финальная оценка IGN, как и многих популярных блогеров, так и даже авторов обзора в Стиме, совпадают. Все это связано, как там было у Гегеля-то, законом о единстве и борьбе противоположностей. Да, вот где бы я ни посмотрел, говорят, что игра посредственная, но лучшая игра по Терминатору. Главное, что передает атмосферу вот этой вот войны с Терминаторами в будущем, с ощущением постапокалиптической безнадеги. Если вы фанат вот такого, то ну да, игра вам может очень понравиться. Точно так же, как некоторые фанаты Синтвейва могут залипать в какую-нибудь пустую аутодрайв, которая известна только благодаря обертке. Я абсолютно согласен с вышеупомянутыми, что по механике игрушки безидейные, но вот обертка-то сделана неплохо. Да, не обошлось без редкона и прочих кофяков, за которые игроки обязательно заклевали бы крупные студии, но эти-то в прошлом антишедевр про Рэмбо выпускали, да еще и патчи выпускают в ответ на критику. Это хорошо, да. В видеигра это же не только механика или только сюжет. Это именно что некий продукт, который мы оцениваем по множеству параметров, в том числе и по обертке. И если от обертки игроки получают удовольствие, то, ну, очевидно, что игра для них хороша. Я, когда начинаю в университете читать свой курс, студентам рассказываю про разработчиков, которые получили кучу наград для своей мобильной игры, но она оказалась коммерчески провальна. Их это не устроило, и они решили пранкануть. Создали генератор отстойных мобильных игр. Вернее, в Google Play заливали одну и ту же игру про однорукого бандита, где менялось только название и картинка на сотмашине. Темы разные, например, пингвины, Обама или горячие библиотекарши. По итогу полторы тысячи приложений, из них многие попали в толпы, и 50 тысяч долларов в карман авторов за старания. Вот это я и считаю началом самой интересной части видео. Почему люди значительно завершают оценку посредственно на игре, из-за того, что она в обертке антиутопичных декораций фильма 1984 года. То есть атмосфера будущего, которая не наступила. Это было будущим для фантастов 80-х, когда еще была гонка ядерных вооружений, когда растущий технологический прогресс побуждал новые страхи и мечты. Скажем, «Назад в будущее 2» было событие 2015 года. Мы все в этом году были и описанных чудес не видели. Разве что те самые кроссовки Nike выпустили только в качестве отсылки на фильм. Да и про пародию на Дональда Трампа, которая неиронично стала президентом, я даже говорить не хочу, иначе уровень постмодерна в видео превысит все немыслимые пределы. Но, тем не менее, автор категорически против ремейков этой серии. А вот «Бегущий по лезвию», рассказывающий события 2019 года, все так же с «Светающими машинами» и прочим, недавно получил сиквел. И создателям приходилось потакать представлением о будущем, которое было в 80-х. Говорили о будущем на языке прошлого, постоянно отсылаясь к прошлому и подражая ему. Аналогичные истории и в других произведениях ретрофутуризма, вроде «Стартрек» или «Звездные войны». Особенно комично, когда, снимая в третьем тысячелетии, делают приквел. То есть в наше время делают сцену прошлого для будущего, которое описали в 80-х. Нашим прошлым. Им приходится выкручиваться, например, делать технику, которая должна выглядеть еще более старой, по отношению к оригиналу, но при этом все еще футуристично. В наши годы сенсорных дисплеях на смартфонах почти все описание будущего неизбежно с приставкой «ретро». Кто-то скажет, что «Терминатор» не ретрофутуризм. Но, ребят, сам термин «ретро» появился, когда в 70-х французы вновь полюбили моду 40-х, которая не сходила с ленты популярного тогда военного кино. «Терминатор» же вышел в 84-м. Почти 40 лет назад, и когда делают видеоигру в декорациях, пускай разрушенных войной, но так или иначе 80-х, то это самый настоящий ретрофутуризм. Если футуризм описывает представление о том, что будет, то ретрофутуризм отражает потерю веры в прогресс, неудовольствие настоящим, и потому выражает ностальгическое желание, эстетический взгляд назад, представляет современность в таком аспекте, который, по понятным причинам, не имеет места. Вот чувство просто ностальгии было всегда, даже отсылки к историческим событиям, в которых не довелось жить, с вами по себе не редкость. Вспомним мраморные колонны мемориала Линкольна, хранитный обелиск монумента Вашингтону, как в ходе гражданской войны в России барон Унгерн объявил себя инкарнацией Чингисхана, или как дядок Александра Македонского обмазывался эстетикой древнего Египта. Да и те же революционеры-коммунисты, когда строили новый мир, не могли не использовать ряд исторических отсылок. Например, к Парижской коммуне. На эту тему, кстати, хорошо высказался Маркс. Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются на лицо, да наим и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделают себя и окружающее, создают нечто еще небывалое. Как раз в такие эпохи революционных кризисов, они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освещенном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории. Но то, о чем я говорю, это ощущение ностальгии по грезам и стремлением времени, в котором никогда не жил. То есть, допустим, ни для кого не секрет, фантомная ностальгия по времени никогда не жил. Например, многие правы не иронично восхищаются временами царизма и иногда заходят в этом слишком далеко. Но среди современных коммунистов много тех, кого интересует не столько прошлое в виде истории СССР, а именно советские представления о будущем. Я вот лично в 60-х не жил, но испытываю какое-то необычное ощущение, когда листал диафильм под названием 2017. Смотрел я его именно в 2017 году и понимал, что с нашим 2017 что-то не так, где-то явно свернули не туда. И этот хантологический восторг или ужас, называйте как угодно, задевает не только меня лично или многих левых на постно-советском пространстве. Известно, что и в США, наряду с эстетикой 80-х, есть тоска обещана фантастами будущим, которые украли, иронично, конечно, что сама по себе, эстетика 80-х, это по сути эстетика эпохи, когда была в моде эстетика 50-х, где популярен такой футуризм и дизайн, вдохновленный началом космической и атомной эры. Да-да, стиль Гуги это именно 50-е. Вот оцените еще эроги. Фантастические фильмы 50-х пытались представить картину будущего, уловить дух нового времени, предзвестить его в новых футуристических идеях. И когда в 56-м выходила запретная планета с первым электронным звуком, он действительно звучал причудливо и футуристично, будто проблик совершенный иного мира. Но к 97-му году, когда эстетика этого фильма была возрождена в серии Fallout, она уже не была ни проблеском, ни предвосвечением будущего, превратившись вместо этого в выкристаллизованный артефакт прошлого. Я помню, когда я еще учился в школе, одноклассник как-то спросил, а почему в Fallout вроде как будущее, но при этом повсюду эстетика 50-х? Честно, долго не мог подобрать нормальное объяснение тому, как в будущем с человекоподобными роботами они придумали новый дизайн, а просто копировали старый. Но, наверное, когда сейчас крупные бренды массово используют наработки в 80-х и 90-х, ради давления на ностальгию покупателей, ответить гораздо проще. Люди сейчас словно и не пытаются предвидеть будущее, придумать концепты именно новых миров. Неолиберализм фактически требует краткосрочные решения, быстрые результаты и повторения уже пройденных надежных культурных форм. Причем важно внести ясно, что технологический прогресс не стоит на месте и даже бурно развивается. Но если в прошлом возникновение новых технологий приводило к возникновению новых культурных форм, то сейчас новые технологии подчиняются вечному повторению или исправлению старых устоявшихся культурных форм. В 80-х литературный критик и марксист Фредерик Джеймсон, критикуя постмодерные условия современной культуры, предсказывал, что в будущем культуру будет перенасыщать постиж и ревоевализм. Сейчас уже тяжело с этими согласиться, учитывая множество попыток словно вновь пережить 80-е и продать это чувство. Создается ощущение, что мы живем в обществе, которое разучилось создавать будущее. Условия таковы, что не будет уже тех самых яблонек на Марсе. С большим трудом даются попытки придумать что-то футуристичное, чего не было ранее. Будущее было отменено. И хандологический аспект заключается в злой иронии, что в попытках заново пережить старые грезы о будущем мы все глубже закапываем себя в прошлое, пытаясь заново открыть тайну по изобретению будущего. Возможно ли у призраков докопаться до ответов на вопрос о том, как нам строить свое собственное будущее? Марк Фишер популяризировал термин хантология именно в контексте культурного анализа, когда мы оказываемся преследуемы нашим прошлым в продуктах медиа, будь то кино или увлекающиеся синтфейвом блогеры, в частных попытках повторить прохождение прошлого, в котором мы испытывали восторг о грядущем будущем, позитивно прекрасном будущем или величественном во всем своем безобразии, если говорить об антиутопии. Наше культурное развитие словно замедлилось, если даже не перешло на перемотку и повторное воспроизведение, из раза в раз позволяя прошлому вернуться. Такое состояние создает ощущение некой рутины, от которой нельзя избавиться. И в случае вэпорвейв или популярности синтфейва, новые технологии дают возможность обращаться к старым мотивам, замедлять их, крутить по кругу звуки прошлого. По мнению Фишера, из-за условий неолиберализма, наше общество в данный момент находится в эдаком культурном тупике, когда, ну ладно, повторение пройденного, это было всегда, но вот попытка изобрести будущее требует колоссальных усилий. Может быть, потому что человеческая культура относительно недавно изобрела вообще возможность фантазировать о будущем, именно другом будущем, а не завтра будет, как вчера. А потом, на фоне великого кризиса революционных коммунистических идей из-за распада СССР, словно как-то забыла это за ненадобностью. И здесь небольшой лайфхак от меня для начинающих коммунистов, которые устали от упреков в государственной или оппозиционной реакционной пропаганде, где коммунистов обвиняют в том, что якобы хотят вернуться в прошлое. Отнюдь. Во-первых, идея марксизма-ленинизма не только моложе либерализма или консерватизма чисто хронологически. На протяжении всей своей короткой истории СССР был прогрессивным государством в сравнении со своими современниками. Закон о защите труда, борьба за равенство на рабочем месте и в политике, социальная защита населения и так далее и тому подобное. Ко многому развитые страны аккуратно приходят только сейчас, а что-то отбросили в конце 80-х, когда красная угроза отпала и можно прекращать подкупать лояльность населения велферам. И во-вторых, современные коммунисты не хотят уже буквально в откат в прошлое. Не виновно, что те стремления и мечты наших товарищей из прошлого века все еще актуальны. Уровень рати современной России буквально достиг показателей царизма. И в завершении темы хочется отметить, что важно здесь не просто покритиковать те или иные культурные формы. Давайте задумаемся вообще, симптомами чего эти тренды могут являться и что они могут сказать о нашем нынешнем состоянии. Тренд такого рода фабрикуемых и продаваемых конвейерами ностальгии – это случайность или мы часть культуры, которая из-за своих условий может обращаться только в форму вечных перефразирований или отсылочек прошлого, тем самым заковывая нас в клетку ощущения безопасности от наличия уже знакомых знаков и вещей. Опора на обещание будущего, которое все никак не наступит, это на самом деле прошлое, которое никогда не пройдет. Поэтому без смеха нельзя смотреть на то, как какой-нибудь Трамп пытается оседлать аллегории на регионские 80-е, которые кишели отсылками на 50-е. Вообще, на мой взгляд, 80-е сами по себе культурно бедный период истории, вот этими всеми боевичками или врагоглазными рекламами неиронично увлекаться просто невозможно. Тот же Джордж Лукас признавал, что он со Спилбергом подарил новому поколению тупое кино с очень простым сюжетом про борьбу добра со злом на фоне захватывающего экшена, просто потому что, ну, в их время такое кино было, а вот тогда, в 70-е, у молодежи были популярны другие фильмы с более глубоким сюжетом и размытой грани, потому что героями за день. Слишком сложно, непонятно. Ну ладно, этот обзор занимает очень много времени, пора закругляться. Решил не рассказывать подробнее про хантологию, она же призракология, спектрология, потому что, ну, во-первых, это иронично, что здесь от него след следа, без ее присутствия, а во-вторых, просто места не хватает, уж больно длинное получилось введение. Может быть, сделаю отдельный ролик конкретно про нее, если кому-то вообще интересно. Очень прошу прокомментировать этот видос, потому что, ну, конечно, мы обманим алгоритм Ютуба, он решил, что видео интересно и предложил другим, но в целом мне правда хочется обсудить с вами те вопросы, которые я озвучил во второй половине этого видео. Здесь нет глупых вопросов или ответов, комментов, мы как бы вот вместе собираемся и поговорим на довольно необычную тему. Будет круто, если, например, я не зря все это монтировал, и появится смысл выпускать действительно вторую часть на основе моих ответов на вопросы. Немного рефлексии не помешает. Спасибо, всех благ. Автомобиль Москвич 2141, видеомагнитофон Фишер, автомагнитола Мустанг, персональный компьютер, цветной телевизор, денежные премии. Эти и другие призы ждут победителей всесоюзного конкурса аукциона. Предлагайте свои разработки в области товаров народного потребления, оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство строительных материалов. Отобранные разработки станут предметами аукциона среди предприятий, кооперативов и зарубежных фирм. Половина прибыли от реализации новых разработок пойдет на выплату вознаграждения авторам. Конкурс проводит Ставропольский центр НТТМ «Резерв». Подробные условия конкурса опубликованы в февральских номерах журналах «Изобретатель и рационализатор» и «Умелец». Справки по телефону. Город Ставрополь, 3-00-97. И не теряйте времени, призы ждут вас. Продолжение следует...